Весенний призыв из-за коронавируса отменять не будут. Скорректируют только процесс набора солдат. И, конечно же, введут особые меры предосторожности. Подробнее Рифат Фадкулин. Весенний призыв начнется, как и планировалось, 1 апреля. Помимо общей медкомиссии, новобранцы сдадут тест на коронавирус. Перед отправкой на место службы всем будут измерять температуру. Причем в воинских частях молодым людям все равно придется провести две недели на карантине. Ситуация такая, что на сборном пути одновременно будут находиться больше 50 человек. А мы знаем, что там нельзя проводить мероприятия, когда больше 50. Сейчас вопросы-то все продумываются, как это все организовать. У нас еще есть время до отправок. И мы сейчас будем все необходимые меры, начиная от марлевых повязок, салфеток, всего-всего. Осенью прошлого года Чувашия проводила в Вооруженные силы и войска Национальной гвардии России 1056 молодых людей. Сухопутные, десантные, военно-морской флот. Ребят из республики охотно берут именно туда. Наряд весеннего призыва 1318 человек. Апрель надо пережить, он такой самый-самый страшный. А будем в мае их отправлять. По числам я еще не готов вам сказать, но у меня будут данные, пока еще мы не согласованы, когда приедут их забирать. Ну, мы думаем и надеемся, что это будет после 9 мая. Процентов на 99. Молодые люди все реже и реже стараются уклониться от призыва. Так, в прошлом году уголовные дела завели на 9 уклонистов. К административной ответственности привлекли еще два человека. Современная армия дает хорошие возможности и совершенствоваться в выбранной профессии, и обретать новые. Рифат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика.